а здрасьте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть nf марш 22 ферму и у нас наступил октябрь уже год 6 заканчивается шестой год нашего прохождения что нас в общем то ждет в октябре октябре друзья мы не будем ставить никакие новые производства но мы лишь обслужим те что у нас есть а также по выполняем контрактики соберем урожай заканчивается у нас наша уборочная также есть пара контрактиков но и сегодня нас ждет большой синокос потому что у нас есть 50 здоровенное поле с люцерной которую надо косить у нас есть 45 поле с травой тоже не маленькая которая надо косить у нас есть относительно маленькие поля 34 35 39 где у нас подсолнечник растет там надо будет убирать и 36 38 там у нас клевер растет также друзья есть парочка контрактов на чужих полях вот 52 поле подсолнечник а также 1 5 62 58 там у нас лучок но и решил я это дело тоже убрать соответственно надо будет купить жатку для нашего корне уборочного комбайна одно поле со свеклой у нас две жатки тогда надо будет купить в общем то все это дело собрать также есть контрактики на удобрения два довольно вкусненьких ну и один контракт на культивацию 78 поля плюс плюс ко всему прочему есть друзья дохренище тюкование что-то из этого еще есть удобрение отлично а так вот есть дохренище у нас контрактов на покос это что здесь на сено я думаю мы тоже возьмем но это друзья уже так будет бонусом в последнюю очередь если у меня будет время силы и так далее прямо сейчас я этим заниматься не особо хочу ну и давайте наше производство тоже посмотрим что к чему у нас биогаз в общем то работает у него все путем водоочистная станция друзья у нас остановлена хотя она вроде как немножечко тоже поработала я друзья решил знаете что не перерабатывать вот этот вот жидкий навоз в компост у нас будет жидкий навоз я думаю что мы вот этот который у нас здесь будет получаться будем возить на биогаз и запускать еще одну линию на переработку электричества что-то вот мне вот так вот захотелось сделать коллекторы трохи под нас собирали можно в принципе вывести по одному прицепу с каждого но и запустить соответственно водочистную станцию в компостере закончилась трава но мы ее соберем и у нас все будет хорошо также мы сегодня соберем клевер и запустим еще линию производства компоста из клевера что в принципе хорошо лесопилка у нас работает планки решил в две смены пускай в общем то и всегда работают две смены но надо будет вывести отсюда продукции не вывести отсюда щепу она прям вообще уже забилась это обязательно лесоруба не знаю принципе тоже можно по 6 поддонов вывести с каждого на склад это в общем то посмотрим на мастерскую надо будет планок тоже закинуть но это мы сделаем нпз друзья наш нпз сегодня мы соберем подсолнечник и сейчас производится в общем то топливо из канулы я думаю что мы эту линию выключим и уже запустим переработку нефти потому что на нашей нефтяной платформе уже собралось 317 кубов 300 кубов я думаю мы можем смело вывести запустить этот завод там на два дня точно этого хватит далее производство удобрений у нас из навоза тоже линия остановлена с навозом сейчас все не очень хорошо удобрение из компоста но они понятное дело продолжают работать и жидких удобрений уже довольно таки много тоже их надо вывести почти все забилось вывезем на склад друзья и я решил что мы будем удобрять жидкими удобрениями по возможности у нас есть специальная игрушка для этого там гербициды правда заправлено но эти гербициды тоже можно на склад высыпать далее протравитель семян у нас еще работает линия которая на ржи тут осталась вторая линия пол барошь третикали много добра в общем то пускай работает семян 120 кубов я немножко еще тоже вывез на склад она забилась в сентябре семян у нас много сепаратор кстати тоже водичка сточная есть я не посмотрел что у нас по дегистату дегистата 299 кубов но можно считать 300 можно 6 раз в общем то вывести и запустить сепаратор немножко тоже поработать тут понятно силосная башня тоже забита силоса у нас уже тоже немало но пока что цены на него хороший не было видимо зимой у нас будет большая распродажа тут у нас также работает всего одна линия она делает силос из люцерны но опять-таки соберем сегодня и траву и клевер и запустим это все дело с большим размахом она и столярка производства которые мы поставили в прошлый раз не сильно много тут за один день у нас насобирался дремя тем более вечером а у нас два дня прошло получается за полтора но полтора то можно считать прошло дня не сильно много здесь 5 всего продукции появилась но да ладно пока что мы ее здесь трогать не будем так что вроде как план у нас понятен давайте потихоньку снаряжать наших ребятишек начнем друзья с косилки косить мы будем начиная с маленького поля с маленьких и большим то есть начало 38 потом 36 45 и 50 поле соответственно поэтому 38 поле этот маршрутик мы копируем ему и отправляем его туда работать единственное что припарковаться по завершении ему не надо ему косить минимум 4 поля давай друг погнал параллельно с ним вот это вот же себе шку точнее не параллельно следом за ним мы ему вставляем этот маршрут который мы скопировали и то же самое на поле 38 мы его отправляем а выгружаться он будет у нас на склад тюков выгрузка ну и грузить будет клевер хотя это можно не выставлять и его мы тоже отправляем вслед за косилкой даже фору ей давать не будем эти ребята у нас поехали работать пока что подсолнечник мы убирать не будем давайте разберемся с заводиками для начала то что у нас идет с ручниковой по вывозим а именно с лесопилки щипу нас ее там аж 478 кубов это друзья ровненько на 8 поездок для мана мы одного снарядим и этого будет вполне себе достаточно вот у этот и починены и много топлива у него не так далеко тут ездить 8 раз давай вперед погнал но потом он припаркуется со щипой можно считать разобрались далее производство удобрений жидкое удобрение давайте 150 кубов мы наверное вывезем или сколько у нас там можно и в принципе и маленькую бочку использовать 196 у нас тут кубов это три раза большая бочка и три раза маленькая и это будет отличный вариант возим мы все это дело на склад жидкости соответственно нашей большой бочки вот этой вольве три раза это все дело надо будет отвести поэтому давай погнал и друзья наш вот это вот маленькая бочка тоже три раза и снарядим здесь мы ничего не меняем смысле не точки доставки не точки разгрузки на склад жидкости и до силосную добавку я купил в сентябре он ее один прицепчик отвез жидкое удобрение тоже друг три раза давай погнал но и получается жидкими удобрениями мы тоже разобрались кстати говоря у нас есть один контракт на культивацию довольно длинный я думаю что чем раньше мы отправим нашего товарища это все дело культивировать тем раньше он закончит черт он вместе 79 полем захватывает а что ж так то я случайно здесь косил вручную и выкосил я думаю надо сюда перейти и здесь эту границу как-то зарисовать чтобы это не было полем вот здесь я выкосил и здесь получается теперь как будто поле я не знаю сработает это или нет но все началось когда вот я именно да немножечко полем а тут зацепили а все началось когда я здесь именно вручную покосил немножечко не знаю сработает это или нет но мы попробовали хотя бы возможно это после перезапуска игры сработает только еще вот смотрите здесь есть место где она типа соединена не знаю видите вы это или нет и по-моему это место где-то здесь принципе можем еще чуть-чуть подрезать черт я на поле заложу что наверное не очень хорошо но вроде как я даже убрал на карте этот кусок да да все теперь здесь ничего не соединяется хорошо давайте тогда мы попробуем еще раз генерировать там маршрут как он сейчас это поле воспримет увидите все пропало здесь об и все на определяет только одно поле генерируем ему тогда маршрут да он прям аж призадумался трохи но и неудивительно поле не маленькая поле 78 давай погнал потом припаркуешься едь работаем а мы далее погнали смотреть что у нас по нашим производствам силос надо вывести силосной башни 5 таки давайте посмотрим сколько места есть биогазе на складе тюков место точно нету можно на биогазовую вывести весь давайте мы три прицепа вывезем на биогаз и 9 прицепов вывезем на наш элеватор можно даже маленький трактор отправит там покрутиться мана оставим пока нам тут и есть еще чем заняться кстати клевера уже 200 кубов забрал мне кажется клевера будут сыпать огуго и так стыд рук 9 прицепов силоса выводишь на элеватор силосной башни тоже погнал с этим разобрались но и давайте тогда да можно тоже 9 прицепов биогаз север разгрузка силос давай погнал съезде починись сначала если тебя сильно надо так нам привезли жидкое удобрение я уже показывал склад у нас находится вот здесь на данный момент он у нас пустой потому что жидкие удобрения в один прекрасный день были в цене мы их продали хотя может и не так много этого самого клевера сыпет следующий покос будет только в апреле ладно мы посмотрим сколько мы его соберем и посчитаем хватит ли нам до следующего покоса две линии запускать или одну я имею ввиду в нашем ферментаторе также друзья давайте отправим нашу вольву забрать продукцию с лесопилки один разики и надо будет съездить давай едь туда потом тебя загрузим а также на лесопилки у нас требуется дерево сколько у нас он на складе лежит его довольно много лежит 120 кубов я думаю разика три ты спокойно можешь съездить отвезти туда дерево даже наверное 4 ладно 3 210 кубов этого вполне хватит на пару дней чтобы он не компостировал нам мозги также по техобслуживанию он у нас полностью забит техобслуживание у нас тут есть 49 кубов можно отправить его тоже покататься и все это дело поразвозить начинать с лесорубов в общем-то катается есть не просит правда уже грязный шу капец но мы к зиме будем готовиться мы помоем всех как обычно это будет в ноябре вольве наш в первую очередь загружаем планки сколько влезет 26 поддонов еще место остается на 24 поддона наверное имеет смысл поддоны тогда вывести поддонов еще на целую машину я думаю что он тогда два раза съездит у нас давайте ему здесь поставим две поездки кто-то уже завершил работают косилка до косила сейчас мы с ней разберемся давай тогда 24 поддона dvp как раз должно будет влезть и он должен будет уехать как только они выгрузятся да да все прекрасно все есть разгружайся потом приезжай сюда мы тебя еще загрузим так нам тут дерево приехала прекрасно что у нас толщина лесопилки много народа тут а ну да щипаж еще вывозится дерево приехала и поддоны возятся все хорошо ребята работайте а мы вернемся к нашей косилке кстати говоря что у нас по эко счету и что-то после сбора урожая прямо интересно стало 99 100 не стало жаль хотя я не знаю какой смысл в этом дальше друг ты едешь у нас косить поле 36 этот маршрут моему тоже копируем потому что часто почти уже клевер до собирался нашим фуражником мы ему потом этот самый маршрут вставим кстати биогаз север силы с один день 46 минут как раз вот и забьем а вода хотя бы чтоб исчез 5 миллион единиц техники в работе одновременно я так не люблю на самом деле это делать она с одной стороны круто но с другой стороны немножечко бьет по моему процессору эти ребята у нас приехали второй раз да что у нас тут на складе да они второй раз приехали час еще разочек съездят и уже поедут парковаться а вот этому товарищу культивировать 78 поле всего лишь четыре с половиной часа на самом деле не так много я думал дольше будет но в общем то пускай культивирует так у нас есть еще один ман и в силосной башне у нас не хватает люцерны свежий нас ее на самом деле дохренище я думаю что мы будем забирать со склада тюков а потом туда вернем ее сколько надо будет просто так сейчас будет быстрее и сюда аж миллион двести можно закинуть мне жалко нельзя автодрайв отправить работать вы знаете сначала в одну точку заезжаешь забираешь потом в другую разгружаешься хотя вообще на самом деле можно можно менять точку и загрузки и доставки что в одну папку это все скинуть в общем то можно будет менять вот это вот туда ты друг сейчас зря за поддонами сюда едешь ой зря сейчас разгрузится это херня не сможет проехать ой беда там случилось ладно они там как-нибудь разберутся и так отправляем 2 мана да можно настроить маршрут сделать так чтобы вот этот ман ехал например забирал отсюда люцерну вывозил ее на силосную башню потом силосной башни забирал с другой точки силос и вез его сюда то есть это как бы быстрее эффективнее и все такое но ладно и мне очень лень с этим заморачиваться поэтому друг ты просто едешь на склад тюков загрузка и набега с север башня выгрузка и везешь люцерну свежую и тоже девять раз а потом есть сюда паркуйся трошки под забьем все также друзья я предлагаю вам сразу отправить вот этого нашего товарища на удобрение правда надо сначала выгрузить наши гербициды которые у нас есть вот выгрузим прямо на склад интересно если кнопка разгрузится здесь нет такой а есть даже кнопка разгрузится здесь можно даже на поддон не не вытаскивать прекрасно и так что нам надо удобрить нам надо удобрить четыре поля давайте начнем с 80 самого такого маленького не помешало бы и зарю поставить сюда нет у нас грузишь гербиц не гербицид а жидкое удобрение заправляешься на складе жидкостей и восьмидесятое поле будет добры удобрять но и маршрутик моему тоже тогда рисуем да он будет работать чуть медленнее ширина разброса здесь не 42 28 метров но он жидкими удобрениями это все делает у нас их больше чем сухих сухие сухие немножечко в дефиците и что в общем то не очень хорошо такс не тот режим все давай дуй на склад жидкостей вроде как ты сможешь заправиться я надеюсь так мана ты у нас чем занимаешься до носила свозишь вози дальше просто интересно было джессе бишка у нас закончил свою работу поэтому мы ее переставляем на другое поле давай едь его собирай до клевера как-то прям не сильно много хотя у нас поля здесь маленькие яду знаете лежу привык каким-то супер объемом а тут это все не так тем временем вот это хреновина заполнил жидкими удобрениями и пойдет их распылять так друг стой дозировку авто мы выключаем 12 литров на гектар как-то многовато да но это самое маленькое ну что поделать давай едь полевая первое поле посмотрим что по расходу будет наша вольво кстати приехала за следующей партии поддонов поэтому давайте ее тоже загрузим давайте два поддона двп у нас тут осталось 19 поддонов дсп итогу 21 еще 29 можно загрузить всего 50 смещается ну и остальное тогда поддоны 29 штук давай грузи и после того как он разгрузится он поед припарковаться и все тут еще 80 кубов поддонов осталось но пускай здесь тоже что-то лежит ли вы кстати довольно красивенько выглядит да у меня есть подозрение что немножечко фп секунд поджирает такая знаете небольшое ощущение так водовоз прибыл на парковку это он молодец у нас для него еще работа есть и маленький водовоз тоже прибыл и такс большой водовоз ты у нас поедешь шесть раз а это 300 кубов получается и заберешь нефть загрузка на нпз выгрузка сыпучая насколько я понимаю надо будет ехать и вести сырую нефть я надеюсь это будет работать я эти точки еще не проверял у нас тут знаете ли перед начало только первый раз мы все это делал запускаем поэтому посмотрим давай есть а вот эту штуку маленькую давайте отправим еще развести лесорубом топлива паразику я так понимаю 100 в топливе мы все больше нуждаться сильно не будем то есть его будет хватать скорее всего на продажу еще будет что-то уходить со сменой точки разгрузки сначала к первому лесоруба в общем все как обычно погнал друг тем временем наш спринтер добрался уже до то нефть и осталось у него 30 кубов всего этого самого техобслуживания но много он до жрет у нас лесорубы получается и вот это вот хреновина жрет прям много остальное все так по мелочи но в общем то давай друг катайся мы его с лесорубов начали когда увидим что он поехал по второму кругу кататься тогда его и остановим но я обычно так делаю сюда уже челик за нефтью кстати приехал нормально он заехал на базу нормально он спринтер ему не мешает что тоже хорошо почему вот я на разные линии всегда развожу иногда бывает такое что кто-то один стоит долго разгружается а второй тогда чтоб не не мешал ему хотя вот этот чел будет мешать но он быстро загрузится до иконка нестандартная и и зеленым цветом как жидкие удобрения просто стандартно нефти не было прописано в этот прицеп поэтому как есть так спринтер тронулся сколько у него осталось 10 кубов по моему или мне показалось до 10 кубов у него техобслуживания осталось ночью он там разберется интересном гонит он его час или нет мне даже пытаться не будет не а попытался но не обогнал не успел мы еще посмотрим чтоб это самая нефть у нас здесь разгружалась в теории выгрузка здесь да что это не сильно похоже на нефть но ладно подождем нашу вольву сейчас она сюда приедет тут ездить слава богу совсем недалеко прибыл на парковку фура это та вольва оранжевая доехала это хорошо ну и что давай разгружу да он разгружается это прекрасно в общем-то каждые два-три дня придется его отправлять кататься вот именно по этому маршруту в общем то пусть катается на самом деле тут не так далеко ездить поэтому он это быстро все поразвозит а мы тогда идем в наше производство и на нашем нпз топлива из канала линию мы вырубаем и включаем переработку нефти канала и подсолнечник у нас будут работать как бустеры в общем то это все дело соберем пускай какое-то время работают вот этот корм для свиней мы отсюда вывезем эти два куба дадим свиньям что просто склад опустошить вот эти две линии больше работать не будут их корм для свиней соответственно производить здесь больше не будем тем временем этой сырой нефти хватает на 10 часов есть мы привозим на 300 кубов это на 60 часов 60 часов это больше чем два дня прекрасно не исключено что топливо будем вывозить тогда на продажу то есть эта линия у нас будет на у нас требуется топлива 36 кубов везде а эта линия у нас производится 115 200 если бы бустеры будут работать а бустеры как бы первое время будут работать так что да будут будет оставаться лишнее будем продавать тоже хорошо топливо там по-моему по 1000 примерно продается за куб так возил кого ты так портов парковка контейнер прибыл на парковку хорошо сейчас моего еще планки отвезем отправим отвозить точнее а ты у нас едешь на свинарник и отвозишь корм последний корм для свиней один разик давай тоже погнал это он силос уже кстати повозил правда даже на один день не забил ну да ладно потом это чем-нибудь побольше отправим ребят так контейнер черт а что это у нас тут один поддон так вот нехорошо остался лежать а не порядок планки у нас есть 144 куба это два контейнера поэтому друг два раза давай съездим на столярочку отвези планки смотрите как он поливает интересно там где уже полил не поливает вот умные поливалки до контракт завершён ты друг тогда сворачивай свою шарманку сколько он потратил не так уж и много он потратил до 3 360 у нас было залито 65 литров всего я кстати знаете еще что заметил я не знаю то может мне показалось короче если отправить его работать и не переключаться на него то есть он сам поработал то он тратит как-то медленно а если вот сесть потом в трактор он начинает больше тратить удобрениями вот меня есть такое подозрение и так что нам еще надо удобрить это дети денежки мы забираем поле 37 нам надо удобрить поэтому друг едет на поле 37 тоже но не сильно большое да чуть дольше он работает чем удобрял к но а что ж поделать то а у этого товарища закончилось техобслуживание полностью он все всем высыпал первый раз у меня такое что она прям заканчивается это при том что я в сентябре его отправлял кататься но дать их обслуживание у нас небольшой просадочки а скорее всего друзья около столярки мы потом поставим еще одну мастерскую которая будет работать с чисто на нефтеперегонный завод точнее вышку и такс по производством что нам осталось такое прям важное из ранжевый нпз у нас уже катается столярка сейчас привезет планки свинарник корм у нас остался его нужно купить в магазине я думаю мы опять купим на 2 мана это у нас помимо мешках было да вот корм для свиней по 900 евро сколько мы 118 поддонов тогда купили их по 8 штук за раз так 8 16 24 32 40 56 64 72 80 если я правильно посчитал 88 96 104 112 и получается 6 штук надо еще купить и вот надеюсь что посчитал правильно 106 тысяч у нас на это ушло но вроде как деньги пока остаются и опять все это вручную загружать ее моем в мана который освободиться первым также друзья в магазине сегодня надо будет купить две жатки одну для свеклы одну для лука с то есть еще 120 тысяч 125 у нас уйдет на это дело луковым покрасим в зеленый цвет цикольную фиолетовый морковную потом в оранжевый чтобы их просто не путать я думаю будет это будет хороший план так а ты же нас полностью ты не загрузишься это вроде что-то насобиралась но ладно ну что косилку шуршала прям далеко вперед но уже почти закончила а этот еще только на проходы вышел но да с учетом того что ему нужно съездить разгрузиться периодически это дольше чем косить ну и в общем то друзья мы разобрались с нашими производствами со всеми с которыми надо было разбираться у меня друзья завтра за на работе за кадром займусь вот этим сенокосом и уборочной соберу весь наш подсолнечник соберу клевер люцерну траву все что мы здесь и можем собрать по выполняю контракты насколько это возможно будет не думаю что я успею все выполнить тут их в принципе не так много но сенокосом уже потом в общем то посмотрим что там по что-то возьму что-то не возьму скорее всего конечно возьму что нибудь но это уже будет видно потом плюс после уборки наши поля нужно будет за мульчировать внести известь туда везде и соответственно полить опять-таки удобрениями или посыпать буду смотреть скорее всего польем почему нет есть чем поливать я думаю это будет более правильно хотя другой стороны на на поливалке из арии нету я правда не знаю влияет это или нет ну и поля наши с подсолнечником тоже надо будет подготовить это все дело следующего посеву в теории кстати вот на этом поле на 35 уже у нас тут лучше всего папа азоту будет обстоять отсутствие пятерочки не хватает это все потому что я селкой удобрял местами нормально местами но в общем-то тут должен будет выровняться эко счет подняться на этом поле здесь он сейчас 66 я думаю должен будет стать 99 ну и после уборочной мы тогда с вами встретимся и посмотрим что к чему готовимся к зиме тогда и здрасте ноябрь у нас наступил уборочная октября у нас закончилась давайте в общем то посмотрим на ее итоги да и в общем то в целом у нас все уборочная закончилась и значится в октябре обслуживание техники 315 тысяч доходы по контрактам 1100 миллион 100 но вроде как даже отбили новую технику этими контрактами также друзья на своих полях мы собрали подсолнечник и отвезли его сразу на нпз там 370 кубов у нас этого самого подсолнечника есть линия подсолнечник у нас выключена он используется исключительно как бустер переработки нефти но и судя по всему больше дефицита топлива у нас не будет что меня в общем то радует также друзья что мы еще собирали у нас был большой покос мы собрали почти 2 миллиона литров травы с контрактов на сено немножко излишков получилось у нас около 500 кубов лежала сена на складе сейчас миллион триста плюс мы собрали много клевера миллион двести литров но и люцерна у нас прям уже вообще много сейчас мы посчитаем куда мы это все дело распихаем и все это дело еще по разводе наши свинюшки кстати подросли и начали намного больше какать поэтому давайте посмотрим что у них там по навозу и можно ли отправить это все дело на производство удобрений она собиралась тут знаете 91 куб вам прекрасно значит производство удобрений из навоза мы запустим да у нас уже 7 месячные они все хорошо а жрут падла много но что поделать ну и в общем то друзья будем готовиться тогда к зиме но давайте для начала мы разберемся с нашим вот этим урожаем травы клевера люцерна и всего остального значится следующий покос травы и клевера у нас будет в апреле только то есть нам нужно продержаться 5 месяцев на том что у нас есть сейчас мы посмотрим сколько этого всего добра у нас будет уходить посчитаем разумеется мы запустим линию компоста и запустим линию силоса давайте начнем с травы в принципе да и клевера то тоже самое абсолютно показателем а в силосной башне 4000 4000 8000 и 8000 отлично значит если мы запустим все три линии у нас будет уходить полторы тысячи в час на компост плюс 12 тысяч в час на силосную башню все это дело мы умножаем на 24 получаем 324 куба в сутки и прожить на этом нам надо пять месяцев соответственно получается миллион шестьсот двадцать тысяч литров и вот клевера у нас чуть меньше чем вот эта цифра поэтому я думаю что мы клевера запустим одну линию силосной башни от травы запустим 2 вопрос только какую из двух линий запускать первую или вторую вторая все таки же побыстрее работает да она правда и дороже на намного но ничего не намного если мы запускаем первую линию то мы получаем 5 500 в час и 132 куба в сутки соответственно 660 кубов мы за пять месяцев у нас будет переработана а если мы запустим вторую линию которая по 8 кубов перерабатывает у нас миллион четыреста сорок переработается до следующего показ поэтому я думаю что мы запустим именно я вот эту линию которая идет плюсовая но и также мы траву тоже запускаем нет материалов но сейчас завезем также друзья мы запустим производство удобрений потому что удобрение у нас в дефиците всегда жидких не так много насобиралась на жидкими мы все это дело удобряли контрактики все такое прочее линию жидкого навоза мы запустим также друзья на водоочистной станции у нас я уже говорил очистка сточной воды идет кстати она скоро закончится коллекторах еще мало я стал копить жидкий навоз я думаю что я его буду возить на бега поэтому а линии бега мы запускаем еще и линию жидкого навоза также у нас здесь собралось много дегистата этот самый дегистат тоже можно вывести на наш сепаратор откуда можно будет источную воду потом забрать и гербициды что самое приятное поэтому эту линию мы тоже запускаем она сейчас тоже скажет что нет материалов но ничего страшного давайте еще посмотрим дела как как дела у нас у лесорубов слушайте по 13 поддонов можно будет вывести также с лесопилки продукцию тоже можно будет вывести обязательно планах 136 кубов у нас здесь получилось планки видимо тоже надо будет завозить на столярку оттуда кстати продукцию тоже можно вывести будет на склад тоже трохи подна собиралась это хорошо но и тогда все что у нас сверху слева выделено оранжевым нам нужно сейчас будет пополнить за компостере почему-то клевер не учитывается а потому что я не запустил и компост из травы тоже не запустил на запускаем везде нули все использовано и так далее у нас не получится сделать так чтобы зимой не надо было ничего делать плюс скорее всего зимой у нас будет большая распродажа поэтому придется играть зимой не знаю буду ли я это дело показывать снимать или проведу все это дело за кадром но будет как будет и так с компостер клевер силостная башня клевер а также компостер трава и силостная башня трава надо отвести. Давайте начнем по списку просто. Нет, давайте мы сначала заберем все ресурсы с наших заводов. Что, кстати, у нас на мастерской по техобслуживанию. 51 куб техобслуживания есть. Давай, заполняйся. Может быть, даже покатаешься. Так, с первой у нас пойдет Вольво. Есть, в принципе, на лесопилку загрузки поддонов. Потом с лесорубов все позабираем вручную. Туда у меня автодрайв не проведен, да и, в принципе, не сильно надо. А мы пока что погнали. Отсюда все это дело повыгружаем. То есть 39 поддонов. По-моему, Вольве будет очень тяжело ввести столько сразу. Ну ладно, создаем все эти поддоны. Я надеюсь, что она как-нибудь справится. Тут как раз, кстати, по 14 штук влезает на платформу. Поддоны с деревом очень тяжелые, друзья, и она реально надрывается, эта Вольво, когда везет хотя бы половину загруженного прицепа. Мы сейчас собираемся загрузить итогу более. Но ничего, она справится. Я в ней не сомневаюсь. Проезжаем мимо, все загружаем. И вот это вот все дело тоже загружаем. И все, она не останавливается вообще. Ремнями это все дело связываем. Давайте отправим ее сначала разгрузиться. Я надеюсь, проблем у нее не будет. А потом она сюда приедет, мы выгрузим остальное. Загрузим в нее остальное. Она уже на лесопилку приедет. Давайте, друзья, начнем с компостера. На компостере у нас на выгрузку записан маршрут точка разгрузки именно вот под этого товарища. Маны там что-то как-то плохо работают задним ходом. Не для манов я это дело записал. Поэтому ты у нас на складе тюков загрузка забираешь, ну, допустим, клевер. А выгружаешься у нас на компостере. Компост выгрузка. А потом поменяем тебе. Две поездки ставим. Одна будет клевер. А потом он загрузится. Мы поменяем на траву, как это обычно и делаем. Далее. В силостную башню тоже надо этого всего добра закинуть. Травы нам надо закинуть туда чуть больше. Давайте мы маны на это дело снарядим. Там немножко покрутиться. Мне кажется, по пять поездок им будет там вполне себе достаточно. И с этим добром у нас вопрос будет тоже решен. Или давай тебе... Ладно, отправим два мана по пять поездок. По 250 кубов. Этого должно на старте хватить. Потом будем смотреть и дополнять по времени. Давай семь раз траву. Вот ты поедешь траву возить, да? А соседнего мана, вот этого черненького, пять раз клевер отправим. Потому что травы там чуть больше будет уходить. Клевера у нас тут аж два. В чем разница, не знаю. Склад тюков загрузка. БГА север. Башня выгрузка. Давай, друг, тоже погнал. Но с тем временем ман приехал и разгружает уже дерево. И смотрите, как он сейчас подпрыгнет. Он такой просевший, бедолага. Но сейчас он выгрузится и аж подпрыгнет, наверное, да? Да, аж подпрыгнул. Все, это у нас работает. Остальное мы потом загрузим. Дальше, на производство удобрений нам нужен навоз. У нас там 91 куб. Это можно четыре поездки сделать вот этим вот товарищем. Давай, друг, забирай оттуда и возвращайся обратно. У тебя все получится. Далее по списку у нас биогаз, север, жидкий навоз. Сколько мы там его насобирали, я смотрел. 111 кубов мы насобирали. Это у нас можно обоих, в принципе, отправить. Вот этому товарищу два раза надо будет съездить. Только точку загрузки тебе менять не надо. Водочистная станция, вода, загрузка. У нас с того триггера это дело загружается. И биогаз, север, жидкий навоз. И вези, соответственно, жидкий навоз. Два раза и тоже все будет путем. Далее, силостная башня, трава. Отправили. Сепаратор, сепаратор. Отправим после того, как эта вольва вернется. Далее, мастерская, планки. Что у нас на складе по планкам? 5 кубов всего есть. Пока что не можем никого отправить. Водочная станция, сточная вода. Мы туда ничего скидывать не будем. Просто выключим. А вот на лесопилку надо дерево. Поэтому дерево давайте мы перевезем. Дерево у нас, кстати, уже прилично поднакопилось. 799 кубов. 800 кубов, да? Ну, съездят. Вези раз 5. Я, наверное, ерундой занимаюсь. Могли бы подумать. Можно же было сразу дерево там выгрузить. Но мне почему-то вот хочется, чтобы вот этот товарищ у нас катался. Так что давай едь катайся. Так, а один из манов у нас не загружается, да? Клевера, мол, явно не тот поставили. Но он как-то не попал под триггер, если честно. Ну-ка еще одну попытку сделай. Что-то это как-то даже странно получилось. А чё это он не попал. Все, пошел. Не знаю, в чем прикол. Да, он же, он не загрузился сразу клевером. Не нашел клевер. Тот, который стоял. Ну да ладно. Так, вот этому товарищу мы как раз меняем на траву, чтобы он второй поездкой отвез траву. И тут у нас тоже получается все хорошо. Силостная башня, трава. Есть производство удобрений. Компост надо туда завести. Давайте отправим... Кстати, что у нас по компосту-то? Компоста должно быть много, несмотря на то, что я его продавал. 237 кубов. Давайте три раза отправим мана, который у нас там еще остался. Давай три поездки сделай и возвращайся обратно. Так, а вот этого товарища я забыл, что он у меня что-то возил, и он загружает всего 1700. Не уследил, бывает. Давай дубль два, иди загружайся полностью нормально. Мы возвращаемся к нашей Вольве, и надо ее загрузить поддончиками. Давайте начнем с планок, они нужнее всего. 27 поддонов, и мы загружаем планок, соответственно 23 поддона у нас остается остального. В смысле места. А 13 поддонов ДСП тогда вылазит, и... Ну тогда загрузим ДВП. 10 поддонов. Вроде как он будет полным. Эй, а чё вот этот не забрал, друг? Я обсчитался? Там было 28, да? Черт, нехорошо получилось. Я обсчитался, бывает. Ну ладно, пускай этот поддон тогда стоит здесь. Просто... Просто ради вот этого вот оставшегося гнать сюда Вольву мне не сильно хочется. Хотя может это иметь смысл. Ладно, сейчас посмотрим. Так, также нам на биогаз север надо будет закинуть силос, и в силосную башню закинуть люцерну. И видимо с развозом у нас все. А, ну еще Вольву бочку надо будет отправить покататься. Ну ладно, пока они катаются, давайте, друзья, мы еще определимся с тем, что мы будем продавать этой зимой. Что у нас идет на продажу, и на что мы поставим активацию sell price trigger. Во-первых, силос. У нас его 4 миллиона литров. Если мы посмотрим потребности, то давайте вот на год. Хотя на год, наверное, тоже смотреть такое себе. В месяц у нас 203 тратится 2 куба. Надо оставлять хотя бы запас на месяц. Можно будет продавать много. 4 миллиона смело можно продавать. Далее. Траву трогать не будем. Сено тоже можно будет продавать, когда цена будет хорошей. Салону. Обязательно. Причем практически всю. У нас там что-то уходит на компост, но это так. Кстати, компост из сена у нас делается, нет? О, у нас же контракт висит на 46 поле на известь. А я его не отправил. А ну-ка, друг, давай едь. И там, скорее всего, потом еще на вспашку или культивацию будет после этого. Давай, друг, едь, посыпай известью. Что ты? И, наверное, закупаться тебе даже ехать не надо. Тебе должно хватить того, что у тебя есть. Что я совсем забыл про этот контракт. Так вот, я хотел посмотреть нашу производственную... Нет, здесь нету и сена. Сена у нас не используется нигде, поэтому сена мы полностью будем продавать. Оно нам сейчас не надо, несмотря на то, что его не сильно много, и мы там заработаем максимум 100 тысяч, даже если будет цена супер классная. Но в любом случае, ладно. Метан, вот я не знаю, имеет ли смысл продавать. Наверное, имеет. Опять-таки, хорошая цена обещает быть в январе, в отопительный сезон. Метан у нас пока что нигде не используется и добывается его довольно много, поэтому его мы тоже продадим. Планки мы сейчас не продаем. Мебель мы продадим. Удобрения, жидкие удобрения пока тоже трогать не будем. Льняную солому мы продадим всю по хорошей цене. Компост, а ну, наверное, часть какую-то продадим. Ну, а также ДВП, ДСП, улей, деревянный ящик, деревянные бочки. Это мы все тоже будем продавать в случае, если будет хорошая цена. Так, друг, ты у нас едешь загружаться? Нет, ты едешь на место парковки. Давай, едь, загружайся. Там еще остались поддончики, заберем их. Этот мод я сейчас посмотрел, поставил в 27 серии, а 27 серия это у нас была прошлогодняя осень. Да, у меня все записано. Поэтому он уже минимум год отработал, а значит можно им воспользоваться. Итак, силос. 194 рекордная цена, я думаю, при срабатывании 190 нас устроит. Далее, сено. 63 была рекордная цена, я думаю, по 60 можно будет продавать. Солома за 49 продадим, если вдруг она станет. Метан мы тоже, я думаю, 535 можно будет как-то выцепить, дождаться. Далее, планки мы отсюда даже выключаем. Оно нам не надо, а вот мебель по, я думаю, по 2200, наверное. Давайте 2210 поставим, хотя зачем так мало? 2215 пускай будет. Я думаю, может люцерны тоже продать немного. У нас ее скопилось довольно много. Давайте, если она вдруг будет по 50, то продадим. Если нет, то как бы и бог с ней. Длиная солома по 149 на срабатывание нас устроит. Далее, ДВП, ДСП по 560 у нас стоит. Поддоны, в принципе, тоже можно будет продавать. Если что, у нас это уже все включено. Улей. Поставим минус 4 евро. Здесь мы поставим минус 5 евро, просто для красоты. Деревянные бочки тоже обновим, поставим. Наверное, 225 нас устроит. Ну и вроде как на этом все. Окей. Сено сейчас по 61 продается. Или попытаться дождаться. Дождемся 63. Так, кто у нас вернулся? Кто-то вернулся. Ман у нас вернулся. Сейчас разберемся. Нас больше вот этот товарищ интересует. Надо в него загрузить оставшееся все, что тут осталось. А именно, 3 поддончика ДВП и 32 поддона поддонов. Как бы это странно не звучало. И тогда мы его меняем точку загрузки. Пускай он едет на столярку загрузки поддона. Заодно посмотрим, как у нас там это все дело работает. Сначала он выгрузится, потом поедет на столярку. Мы еще со столярки ничего не забирали на наш склад. Поэтому, как он там подъезжает и нормально там все грузится или нет, мы пока не знаем. В теории это должно нормально. Но это в теории. Давайте мы этого мана, который вернулся, отправим отвезти немножко люцерна на силусную башню. Нас, в общем-то, больше сыпущего ничего возить и не надо будет. Хотя вот еще один ман возвращается. Давайте мы его перехватим. Просто уже все выстроено, мне впадлу выстраивать. Давай, друг, 3 поездочки сделай. У тебя там все нормально будет. Что ты, дружище, загрузился? Загрузился. Иди тогда едь, катайся. Блин, надо бы его помыть, наверное, да? Кстати говоря, знаете, что еще? У нас эко-счет поднялся до 99. И последнее вот это поле, которое было у нас в просадке, тоже стало 99. И наша общая скидка, точнее не скидка, а бонус за продажи уже 15%. Все поля по 99, одно даже 100. Так что все прекрасно. Также все наши поля готовы к посеву. Мы будем сеять туда кукурузу. Точнее сажать. Кукурузу сажают. Вот. С травкой наши поля, которые с клевером, с травой, с люцерной, тоже все обработаны. Все хорошо у них. Далее, нормально у нас поработал вот этот товарищ. Да, там со спонсорами мы немножечко обсуждаем все вот эти вот моды. И я, в общем-то, решил, что раз он работает, раз он реально убирает нормально поля и по автодрайву, и реально не делает мне мозги, я решил его оставить. Он маленький, маневренный, аккуратненький. Да, две жатки у нас тут появилось. О, кстати, на них нарисована свекла. Картошка и лук. А, вот прикольно. Это я только сейчас увидел. Так, Вольво приехала разгружаться. Разгрузилась. Кстати, нам на мастерскую нужны планки. Надо было один поддон оттуда взять и сюда руками отнести. С другой стороны, мы можем со склада взять один поддон, это не проблема. И перенести его со склада. А ну-ка, дверка, открывайся. Поддончик один с планками. Или даже два. Давайте два. И куда-нибудь их здесь выкинем. А, вот здесь у нас дверь открывается. Нет, не здесь. Во, откройте мне хоть какую-нибудь дверь. Берем поддон. А, сейчас я его туда выкину, а там у нас зона триггер погрузки. Отличный план. Надо выгружать где-то здесь. Что там у нас, большой триггер с погрузкой. Надо идти вот так вот в обход с разгрузкой на склад. Бздынь. Так, ман один прибыл. Давай разгружайся. И еще один поддон. Но тут склад сделан так, чтобы погрузчиком работать. Но я не люблю работать с погрузчиком, с поддонами. Тем более в таком количестве, сколько здесь у нас поддонов. Вообще всячески стараюсь поддоны избегать. Поэтому у нас контейнер и работает. Блин, сколько много нефть жрет нашего техобслужения. Есть подозрение, что реально будем ставить мастерскую. Еще одну. Вторую поставим. Прямо около нашей столярки. И все. Так, я двери забыл закрыть. Так, эту дверь мы закрываем. Эти двери мы тоже закрываем. Вот эту дверь мы тоже закрываем. И эту дверь мы за собой уходя тоже закрываем. Так, я вместо этого открыл другую дверь. Черт, какой большой триггер там, а? Так, закрываем. Мне покажется проще ее с этой стороны закрыть. Да. Все, огонь. И тем временем Вольва как раз приехала на нашу столярку. Где-нибудь здесь поставить мастерскую. Например, вот здесь вот отличная площадочка. Провести сюда автодрайв. И чисто вот даже точку парковки не делать какую-то красивую. А просто сюда отправлять спринтера. Отвезти техобслужение, когда оно будет заканчиваться на переработке нефти. Так, Вольва приехала. Вольва стала. И она еще не стала. Ну и кстати нормально ровно она сюда заехала. Единственное, если они с этой стороны будут появляться. Эти самые поддоны. То она его загружать не будет. Надо точку тогда обратно будет пододвинуть. Но давайте попробуем что-нибудь выгрузить. Например, мебель. И 13 поддонов мы выгружаем. Нет, оно выгружается как раз спереди. Это прекрасно. 13 поддонов мы выгрузили. Осталось место на 37. Давайте выгрузим тогда улей. Еще 13. Выгрузим деревянный ящик. Еще 13. Итог год 39. А и в общем-то... А, деревянные бочки. 11 штук мы можем выгрузить. Давайте 11 штук и выгрузим. И все, он поехал разгрузиться припаркуется. У него все хорошо. Такой планки нужны сюда будут только завтра. И то в конце дня. Эти планки нужны были на мастерскую. Так, на биогаз север же надо от силоса завести. Там есть как раз у нас освободившиеся маны. Давай 4 раза. Отвези туда силоса. Это у нас дело тоже из списка пропадет. На производство удобрения еще нужен навоз. Но он еще там катается. Еще не вернулся. Получается, остается только дегистат на сепаратор. И все. Совсем разобрались. Между тем, контракт на поле 46 завершен. Давайте его примем. И появляется следом культивация. Мы ее тоже берем. И культивировать мы отправим вот этого товарища. Он это сделает быстро. Боже, что за маршрут ты сгенерировал? Ужас просто. Во, вот это уже мне больше нравится. Давай поле 46. Я тебя культивирую. Возвращайся обратно. Так, у нас на склад все выгружается. У нас на склад все выгружается. Все продукты эти прописаны в склад. Хорошо. Ну и самое веселое, друзья. Надо помыть технику. Перед следующим сезоном у нас больше никто работать не будет. В этом сезоне это последний контракт. Зимой максимум еще маны покатаются. Но это потом. Давайте начнем мы только с другой нашей базы. И начнем мы с комбайнов. Мне в первую очередь хочется их заправить. Если они не заправлены. А они нихренашеньки не заправлены. У них вообще все грустно у всех. А здесь у нас топлива и нету, да? Нет, 2,5 куба есть. Попробуем этим сейчас всех заправить. Протиснемся, протиснемся. Давай, Нью Холланд, заправляйся. И класс тоже, давай, заправляйся. Джоннику опять сейчас не хватит. Ни один кубик остался. Может и Джоннику хватит, а? Было бы вполне себе неплохо. Хватит и Джоннику, представляете? Какая радость. Так, друг, ну а ты тогда съездишь еще и заправишь себе прицеп топлива. Раз у нас такая история. 226 литров осталось. Отлично. Все, друг, давай съезди, заправься. И мы тебя поставим заряжаться. А мы тогда сполоснем наши комбайны. Только единственное, конечно, рожатки тоже хотелось бы помыть. Он, кстати, только одна жатка использовалась в этом сезоне. Кукурузная. У класса он один работал. Мне вот прямо интересно, дотянется ли Керхер туда. Конечно, вплот... Черт. Я, скорее всего, не дотянется. Вот это самое близкое расстояние, что можно подойти. Давайте попробуем пшикнуть. Просто ради интереса. Нет, она, разумеется, не дотягивается. Ладно. Придется немножечко к классу покататься. Не совсем он заправленный будет на 100%. Подгоняем тогда жатку. Моем ее. Блин, говорили мне поставить модик, чтобы быстрее это все дело мылось. Но я не поставил. Почему? Забыл. А собирался. Ну ладно, сейчас немножечко будем страдать. Все, жатку эту мы бросаем здесь. А комбайн мы отправляем тогда на парковку. Он припаркуется. У него нет выбора. А мы тогда моем. Пока то, что есть здесь. Все, эти два чумазика чистые. Класс припарковался. Класс сейчас тоже помоем. Все. Комбайны чистые. Это прекрасно. С комбайнами разобрались. Они заправлены чистые и у них все хорошо. Далее. Наша вся вот эта синокосильная история. В принципе, вот этот товарищ скорее всего поедет зимой работать. Возить солому и все остальное на продажу. Ну и плюс производство обслуживать, если вдруг какие-то понадобятся. Но, в любом случае, их всех сейчас помоем. Так, а Вольво наша жидкостная тоже припарковалась, насколько я вижу. Я пропустил момент, где он прибыл на парковку, но, видимо, прибыл. Сейчас пойдем отправим его тогда на сепаратор покататься. Все эти товарищи чистые. Да, он прибыл. Сколько там? 370 кубов, по-моему, у нас было, лежало, да? Да, 370 кубов. Соответственно, давай 7 раз, наверное. 7 это много. Это надолго. Ну и ничего страшного. Давай едь, катайся, заполняй нам сепаратор. А мы возвращаемся тогда домывать вот этих гавриков. Вот эта тюколка у нас уже давно не работает. Да и, в принципе, тюколки уже давно не работают. А вот покос мои вернулись обратно к покосу. Тоже весь зеленый этот товарищ. Ну все, теперь чистые и косилка у нас здесь еще тоже чумазая. Водитель прибыл на парковку контейнера, он тоже молодец. И зерновоз еще следом прибыл. Какие все молодцы, а? Все, косилка тоже чистая. Получается, я тоже молодец. Так, и вот эти товарищи. Кстати, скаут, возвращаясь обратно к точному земледелию. У нас тут данные все устаревают все хуже и хуже. На 38 поле уже было вообще устаревшие данные черные. Поэтому там пришлось пробовать взять еще раз. Я взял. Все остальные поля выглядят так себе. Поэтому я думал, что мы в марте просто по всем полям прогоним. Везде обновим. Хуже не сделаем. У нас азот почему-то где-то проседает. Вот я не понимаю, как это работает. 29,3. Такое чувство, что везде с каждого поля по одной десятой. Но да ладно. Так, ты, товарищ, вернулся. Мы тебя тогда глушим и ставим заряжаться. Ну и всех вот этих товарищей мы тоже тогда моем. Скаут, разумеется, самый чистый. Прикольная игрушка, на самом деле. Косилка эта у нас тоже работала. Две косилки иметь хорошо. Есть у меня мысли еще, друзья, обзаводиться техникой для ускорения процессов всех. Я, правда, не знаю, что нам еще сильно надо. Ну и все, друзья, получается, на этой базе у нас все чистенькие. Все готовы к зимовке. Вот этот товарищ у нас зарядится и тоже все будет хорошо. Кстати, спринтера бы, наверное, тоже зарядить не помешало бы в скором времени. Что-то, друзья, есть у меня шальная мысль помыть всех на автомойке. Вот эти возилки-то у нас точно поедут через автомойку. Давайте мы, знаете, вообще с кого начнем. Вот с этих двух товарищей. У них нету парковочных мест. Я их просто сюда пока поставил. Но мне кажется, они здесь неплохо даже и смотрятся. Неплохо здесь вполне стоят. А он хренушки туда залезет сейчас, да? Да, он туда не помещается. Не повезло тебе, товарищ. Или Керхера туда еще один поставить. Жадки-то тоже помыть не помешало бы, наверное. Так, друг, стой. Моем его. Кстати, его, наверное, тоже не помешало бы заправить. Хотя у нас прямо здесь заправка есть, так что это не проблема. Поехали, действительно его заправим. Заправляем. И поставим его на то же место, где он стоял. Это будет его временное жилище, если можно так выразиться. И знаете что, давайте-ка мы, наверное, отправим их все-таки на автомойку. Что-то мне как-то впадло их самому мыть. База-автомойка, давай шуруй. И ты, друг, база-автомойка, давай шуруй. Надо было с обратной стороны начинать. Ну ладно уже. И знаете, можно, наверное, даже и третьего им в подарок. Да и четвертого тоже. Все, друзья, погнали. Смотрите, сейчас вот эти вот двое первых залетают. И мы перекрываем им путь тем, кто сзади едет. Моем двоих, а потом моем других двоих. Планк-капкан. Или сюда даже втроем влезут. Ладно, мы не будем рисковать. Первый залетел, второй залетел. Закрываем ворота. И все, Вольво туда заехать не может. Да, третий бы, наверное, не поместился. И значится, ты, друг, едь паркуйся. И ты, друг, тоже тогда едь паркуйся. А мы тогда моем вот этих двоих гавриков. А пока они там моются, давайте отправим полонник. Кстати, тоже ни разу не использовался в сезоне. Чисто стоит. Давай, друг, ты едь на базу автомойка. И ты, небольшой, тоже едь на базу автомойка. А мы пока вот этих товарищей правим парковаться. Ты едь паркуйся и ты едь паркуйся. Я надеюсь, у них там никакого трэша не будет на парковке. Если они так с копом паркуются, это такое себе. Так, удобрялка заехала. Давай тогда мойся. А пока он моется, мы отправим еще вот этого товарища. Боже, чем я занимаюсь, а? Давай, автобаза-мойка. Возвращаемся сюда. Вот этого товарища мы отправляем на парковку. Туда заезжает каток, и мы его моем. И мы тогда идем. Вот этих товарищей мы отправим, наверное, даже парой. Хотя нет. Давайте. База-автомойка. Плуг едь. Мне кажется, там зеленый плуг поехал. Так, ты едешь домой. Загоняется наша поливалка. И она тоже отправляется мыться. О, возилка приехала как раз вовремя. Пока она едет, мы отправляем еще один плуг на автомойку. И возвращаемся к ней. Как раз этот челик домылся у нас. Ты едь паркуйся. И мы запускаем автомойку другого плуга. Слушайте, нормальная схема, по-моему, вполне себе рабочая, да? Далее. Вот эти вот товарищи у нас вообще белые. Давай, друг, едь на автомойку. Да, куча уведомлений. Все паркуются, все молодцы. Они как раз успевают доехать до автомойки, кстати. Прямо слаженное какое-то, слаженное действие. Заезжает новый плуг. Сразу же его отправляем. Идем на базу. И отправляем вот этого товарища на автомойку. Давай тоже едь. Возвращаемся на автомойку. Боже, сколько одинаковых действий. И вот этот плуг мы отправляем на парковку плуг. Тем временем сюда заезжает наша посыпалка извести. И мы, соответственно, запускаем автомойку. А сами идем за следующим нашим товарищем. Тут у нас уже сейлки пошли. Здоровенные. И их мы тоже отправляем на базу автомойка. И возвращаемся. Тут как раз вот эта штука помылась. Следующая приехала вследом. Давай, друг, выезжай. Следующий заезжай. Хорошо, что автомойка бесплатная, да? Давай, мойся. Мы погнали следующую сейлку. Тоже отправим на базу автомойка. Давай, друг, погнал. Тем временем вот эта помылась. Ее мы отправляем домой. Как ни странно. Давай, едь домой. Следующая у нас сейлка как раз. Слушайте, все успеваем, все четко. Он заехал. Мы его моем. И идем кого-нибудь следующего отправлять. Следующая у нас возилка. Давай, друг, едь на автомойку. И тут у нас все. Вот эти товарищи будут делать большие круги, поэтому мы их отправляем пораньше. Давай, друг, едь на автомойку. Можешь сначала починиться, съездить. Тогда вот ты. Едь на автомойку. Тем временем эта сейлка у нас помылась. Давай, едь туда. А эта сейлка у нас сюда не попала. Черт, нехорошо получилось. Так, надо двери бы закрыть прямо перед носом у возилки. Бздынь, закрыл. Получилось. Тогда эта хреновина у нас моется. А мы следующего мана отправим. Давай, друг, ты у нас в следующий едешь. Сейлка помылась. Давай, едь на парковку. И туда заезжает возилка. И мы ее моем. Маны еще не приехали. Но да ладно. Так, все-таки тут вышел конфуз, который я вот не хотел, чтобы вышел. Я знал, что так будет. Давай, едь, паркуйся еще раз. И ты пока стой здесь. Вот этот товарищ у нас помылся. Пускай едет парковаться. Мы, друзья, отправим еще один ман. Давай, ман погнал. Ну что, собирается сюда кто-нибудь заезжать? Нет? Собирается. Один ман приехал. Черт, и сейлки там тоже косяк. Ладно, сейчас со всеми разберемся. Мы пока закрываем ворота, моем мана. А этот мешает. Я понял, кто кому мешает. Давай, едь, паркуйся. Черт, ну и очередь тут. Кошмар. Ман тоже, давай, едь, паркуйся. И мы отправляем еще в Ольву. Ольву у нас, кстати, относительно чистая почему-то. Давай, друг, едь на автомойку. Парковка-сажалка прибыл. Так, сейчас со всеми разберемся. Сточной воды через 2 минуты уже закончится. Надо будет линию выключить. Так, мойся. Так, ну тут вроде товарищи все припарковались. Всем места хватило. Все у всех хорошо. Хорошо. Так, ты давай иди паркуйся. Наша бочка маленькая заезжает. Мы ману дорогу тоже перекрываем. И вот этого последнего товарища тоже отправляем на автомойку. База автомойка погнал. Боже, чем. А, да-да-да, друг, я помню. У тебя были с этим косяки. А ты куда поехал, друг? Что с тобой случилось? Ей давай паркуйся. Ман почему-то тоже не попал. А, возможно, он попал, но его дверью отодвинуло. Я такую вероятность не исключаю. Так, мана тоже моем. Следующий там Вольво едет. Но у нее вроде как все должно быть нормально. Они, скорее всего, упираются в ворота. Ворота открываются немножко наружу. Поэтому их и пододвигает в сторону. Вольво, давай, заруливай и мойся. Все, Вольво тоже чистая. Давай, едь, паркуйся. И последний у нас контейнер остался. Еще один товарищ у нас тоже остался немытый. Вот этот. Но его мы вручную туда загоним. Все, друг, ты тоже мойся. А что там, кстати, у нашего спринтера? Он опять приехал на нефть. Он сделал, получается, один круг. И он опять там до хрена выгружает. Давай, тоже едь, паркуйся. Точнее, даже не паркуйся, едь, а едь, знаешь, куда? На автомойку, правильно? Этот товарищ у нас помылся. Мы его отсюда немножко вперед отодвинем. Потому что он почему-то хочет сразу на парковку ехать сквозь стены. Потому что близко точка находится. А пока спринтер приедет, мы вот эту штуку успеем помыть. Если она, конечно, туда залезет. 213 километров у нас за эту уборочную было намотано чисто на перегрузчике. О, нормально, он сейчас залетает со свистом. Давай, друг, тоже тогда мойся. И выгоняем его, поставим в то же самое место, где он у нас стоял. У нас, получается, из грязной нули остались еще водовоз, который катается. И большой культиватор, который тоже еще катается. Но, в общем-то, им не повезло. С другой стороны, они вернутся, я их тоже так же помою. О, спринтер летит. Тоже все хорошо. Все, друг, тебя мы тоже паркуем. Последний работничек наш. Давай, прибыл парковка, контейнер. Все прибыли, все молодцы. Так, я собирался отключить производство, очистку вот этой вот сточной воды. Все, спринтер тоже доехал. Мы его тоже моем. А то он прям вообще какой-то, опс, и сразу чистым стал. А, видимо, маска грязи какая-то не сильно красивая прописана. Кстати, он еще и поцарапанный жестко. Видимо, он не пачкается плавно, он пачкается прям резко. Но мне, в принципе, так и показалось, что так и произошло. Но ничего. Надо будет его еще потом зарядить. Наверное, весной зарядим. Он у нас, кстати, 400 километров намотал. Я вот только не знаю, за какой срок. Как давно мы его покупали. Но, в общем-то, намотал. 400 километров на одном заряде. Бусик, который возит тяжелые вещи. По-моему, для электричек это довольно-таки прекрасный показатель. Ну и как бы, друзья, тогда на этом все. Встретимся, наверное, друзья, мы весной. За зиму я что-нибудь попродаю. Но показывать это смысла никакого нету. Там триггер цены сработает. Отправлю кататься. На полях никаких работ не будет. Ничего мы устанавливать нового не будет. Я вам потом все расскажу. Чуть-чуть, за сколько, где, что я и продал. На этом, в общем-то, у меня все. С спонсором, друзья, огромнейшее спасибо за поддержку. Я не знаю, правильно ли я поступил. Может и не очень. Но, короче, один из вот этих вот табличек я заменил на своих спонсоров. В следующей версии, после обновления сайта, который... Версия 3.9, наверное, будет, да? Следующая у нас сейчас. Я уже сейчас карту обновлять на сайте не буду. Следующая, в общем-то, будет вот с такой вот штукой. Если вдруг кому-то это интересно. Ну, еще там пара пасхалочек тоже будет. А вдруг кто найдет? На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ты, друг, загружайся. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.